Продажа картин из коллекции Эрмитажа В результате картин Ван Эйка в Эрмитаже и в России в целом не осталось вообще, а ряд других художников первого ряда – Рафаэль, Боттичелли, Перуджина – остались представлены второстепенными произведениями. Эрмитажное собрание Рембрандта, бывшее богатейшим в мире, после распродаж уступило первенство амстердамскому и нью-йоркскому. Из книги американского историка Шона Макмикена «Величайшее ограбление в истории» издательства Ельского университета, 2008 год. Англосоветское торговое соглашение 1921 года и Рапальский договор 1922 года отмыли все, что награбили большевики, то, что прежде они были вынуждены из-под тишка отмывать в Эстонии и Швеции. И хотя Кристинский и Ашберг сначала с осторожностью подошли к проведению в Германии аукционов, где с молотка уходили сокровища Гохрана, регулярные аукционы, проводимые Рудольфом Лепке на Потсдаммерштрассе, вскоре возбудили большой интерес среди публики, предоставляя возможность покупать у большевиков предметы старины и искусства. В 1928 году начались первые крупные продажи советами картин старых европейских мастеров. Каталог аукционного дома Лепке большими тиражами продавался в Лондоне, Париже, Вене и Нью-Йорке, хотя и стоил 25 долларов. Понятно почему. Первый аукцион работ старых мастеров включал в себя работы Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Йорданца, Грёза, Тинторетта, Бассана и Натуара. А также хорошие образцы французской мебели и коллекцию табакерок, собранную из дворцов Романовых. Несмотря на то, что крупные продажи иногда влекли за собой судебные иски со стороны русских эмигрантов, проживавших в Берлине, роль, которую играли аукционы Лепке в деле облегчения торговли оружием в рамках Рапальского договора, обеспечивалось снятие с рассмотрения таких исков немецкими судами. К концу 1920-х годов галереи, антикварные магазины и аукционные дома Берлина, Вены и Стокгольма были полностью заполнены награбленными товарами из России – от бриллиантов и рубинов до бронзовых скульптур и деревянных поделок. Даже еврейские реликвии, награбленные за чертой оседлости во время Гражданской войны, поставлялись туда людьми Микояна, в основном в Вену. А тысячи православных икон, награбленных во время кампании Троцкого по экспроприации имущества церквей 1922 года, те, которые физически сохранились, оказывались в руках неверующих коллекционеров. Примечание. Рапальский договор. Договор между РСФСР и Веймарской республикой о восстановлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов, заключенный 16 апреля 1922 года во время Генуэзской конференции в городе Рапалло, Италия. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных, и ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений. Улов Ашберг. Годы жизни. 1877-1960. Шведский банкир, глава Стокгольмского банка «Ниабанкен». Оказывал помощь советскому правительству в проведении зарубежных финансовых и коммерческих операций в 1920-е годы. Являлся главой созданного в 1922 году Российского коммерческого банка. Николай Николаевич Кристинский. Годы жизни. 1883-1938. Российский революционер, советский государственный деятель. С 1918 года занимал высокие государственные посты. Был наркомом финансов РСФСР, ответственным секретарем ЦК РКПБ, полномочным представителем СССР в Германии, первым заместителем наркома иностранных дел СССР и первым заместителем наркома юстиции СССР. Гохран создан в 1920 году директором СНК РСФСР от 3 февраля 1920 года, номер 69, об учреждении государственного хранилища ценностей Российской социалистической Федеративной Советской Республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова